Традиционные встречи властей с жителями, которые с прошлого года проходили в каждом городском и сельском поселении, теперь проводятся в крупнейших районах городского поселения Щелково. Первая состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе на Центральной улице. Для многих местных жителей это, кстати, возможность познакомиться с новеньким спортсооружением, на чем акцентировала внимание глава района Надежда Суровцева, открывая встречу. Кроме строительства соцобъектов, делается в районе немало других полезных дел. Бюджет у нас достаточно в городе приличный, поэтому и масштабы работ последний в этот год, они больше, чем раньше. Если брать, вот даже пока лизать ремонтированных дорог, то у нас там было 30, 50, 120, сейчас варьером 140 тысяч квадратных метров. То есть мы в любом случае с года в год будем наращивать бюджет вместе с советом депутатов, и этот бюджет реализовывать на благо горожан. Чтобы задать вопросы Алексею Валову, Надежде Суровцевой, а также депутату областной думы Владимиру Шапкину и главе города Александру Шалыгину, к микрофону выстроилась целая очередь. Можно задавать вопросы в Твиттере, можно переписываться в соцсетях, но интернет не заменит живого общения глаза в глаза. Больше 150 человек пришли на встречу с руководством Шапкина в новый спорткомплекс на Дальнем Воронке. Делается много, но проблем хватает. В этой части города жители предложили властям подумать над тем, что из кранов течет вода плохого качества, что уличное освещение в некоторых местах оставляет желать лучшего, что периодически воздух портит канализационно-насосная станция Соколовская, что новые дома строятся, а школ номер 8 и в поселке Краснознаменский не хватает. По проекту планировки, здесь вот как идти к магазину «Рось» улица, то там планируется снос старого сектора и строительство школы. Вот хотелось бы знать, какой это срок, какой период ожидать. Мы скоро вынесем проект планировки на публичное обсуждение, где вы увидите каждый социальный объект, который будет строиться в этом районе. Соответственно, увидите школу. Во всяком случае, у нас понимание есть одно. Мы должны по этой школе войти в программу. Что может быть, ну или даже должно быть, ускорить срок. Будем стараться. Новостройки появляются, но основная застройка Дальнего Воронка – старые двухэтажки, которые даже ремонтировать уже бесполезно. Но властям есть, что ответить жителям. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Центральная 69. Очень такой насущный вопрос. Когда нас уже пересели? Вот мне сейчас начать третьего ребенка. Я его куда должна принести? Татьяна, Центральная 69 – это тот дом, который в этом году, до конца года мы планируем переселить, согласно инвестконтракту СОО «Олимпальярс» в этом году. До конца этого года. В этом микрорайоне находится городской парк и зона отдыха на Клязьме. Вопрос чистоты воды в главной реке района тоже поднимался навстречу. Депутат Владимир Шапкин рассказал, что помочь нам сможет федеральная программа очистки малых рек. Такая программа сейчас запущена в Московской области. На 2016-2017 год в нее вошло пять рек. Рассматривалась и Клязьма. Но федеральные органы пока отказали нам в выделении федеральных денег и очистке Клязьмы, пока мы не решим вопрос реконструкции очистных сооружений и перекрытия всех несанкционированных сбросов от промышленных предприятий. Это сейчас работа идет. Я думаю, что мы обязательно добьемся, чтобы наша Клязьма была включена в федеральную программу. В ближайшем будущем составом рабочих групп и в системе ЖКХ, и в системе культуры, и в системе спорта мы будем объезжать территории для мониторинга, для встречи с жителем, для работы с управляющими компаниями. Ну и, собственно, это поможет и нам понимать, что происходит на территории, и это поможет и увеличить доверие жителей. Вот этот микрорайон, он совершенно другой жизнью, возможно, его развитие, только когда у нас вступит в село программа сносов их жилья по данному микрорайону. Тогда у нас будет возможность, не только за счет бюджетных средств, но и за счет средств инвесторов, и сделать благоустройство, и построить школу как таковую. То есть мы будем работать вместе с правительством Московской области для того, чтобы все-таки реализовать эту программу. Выслушав жителей, уже на следующий день руководитель администрации района отправился проверять обоснованность некоторых особенно кричащих проблем. В основном жалобы подтвердились, за исключением некоторых, по которым нужны дополнительные исследования. В частности, выброс канализационных стоков в ручей Воронок вечером 18 июня подтверждения пока не нашел. Алексей Валов осмотрел гидросооружение на территории КНС Соколовская, даже спустился к руслу ручья. Вопрос оставил на контроле. Мы находимся здесь, да? Это фекально-бытовая канализация, фекально-бытовые массы. Запах есть? Нет. А там, мы говорим, запах был. Запах. Канализационный. Внешним осмотром, первичным осмотром я не выявил, что был массовый брос в Воронок. И ил на дне нормальный, и остатков жировых отложений нигде не нашел. Алексей Валов дал поручение наладить освещение тротуаров у школы поселка Краснознаменский. А также подумать о том, как вывезти жилые дома из промзоны Соколовская. А так будем дальше работать, встречаться с жителями, получать вопросы. Они будут озвучить проблемы, выезжать, планировать и устранять. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...